итак всем привет сегодня будет обзор на клон популярного бака из названия вы уже поняли на что этот клон называть его буду так же как он продается на сайте fastech а приехал этот бак опять же с fastech как и kf prime из комментариев на kf prime я понял что к 7 тоже очень интересно пользователям и все-таки решил записать это видео и так к 7 диаметром 23 миллиметра выполнена из 304 нержавейки в комплекте идет несколько вариантов колб вместимость бака 2 миллилитра жидкости база рассчитана под одну спираль и бак предназначен для тугой сигаретной затяжки как сейчас модно говорить мтл и так вы видели на последнем фото байк в сборе с допами которые делают наши умельцы но обо всем по порядку в процессе видео я все покажу и расскажу и так приходит бак вот такой коробки опять китайцы перестарались немного нарисовали здесь логотип как на оригинале поэтому я конечно же его заклею в комплекте идет сам бак из коробки здесь установлена комбинированная колба дальше идет колба из поликарбоната полностью стальная колба без гравировок и вот такой zip здесь много о рингов сменные жиклеры с разным диаметром под воздуховод и ключик для установки этих жиклеров винты естественно тоже есть теперь рассмотрим бак эпопея с выбором лучшего мтл бака пока у меня еще не закончилась к 7 была одним из претендентов на лидерство и в принципе я могу отнести к лидерам как я и говорил клон из 304 нержавейки как вы заметили гравировок на самом баке тоже нету и это хорошо вверху у нас 510 дриптип в принципе его сразу можно в топку или на полку поставить использовать какой-нибудь свой дриптип с меньшим диаметром воздуховода потому что такой дриптип для тугой затяжки попросту не подходит на куполе как вы видите есть такая насечка чтобы было удобно считать обороты при открытии подачи жидкости конструктив принципе вам уже знаком из обзоров на оригинал поэтому особое на нем задерживаться не буду цель видео это рассмотреть качество в целом по качеству претензий у меня не было есть одно небольшое замечание его и покажу чуть позже все резьбы крутятся отлично единственное что конечно можно пройти с нулевочкой немного они острые но не критично если нулевки нет под рукой то в принципе так можно тоже его использовать ничего страшного особо внимательные заметили что здесь нет а ринга он здесь был он перекочевал на кастомной к тупкеп покажу чуть позже есть один важный момент клоноделы немного даже улучшили этот бачок если вы помните на оригинале нет вот этих насечек на кольце подачи воздуха наклоне их сделали и причем сделали это очень красиво и уместно здесь это подходит и по стилю и добавляет удобства пальцы теперь не скользят и выставлять обдув гораздо комфортнее чем на оригинале во всем остальном бак полностью копирует оригинал никаких изменений конструктив здесь нет как вы слышите резьбы все ходят отлично нигде ничего не закусывается как для клона все очень даже неплохо постараюсь поближе показать вам качество исполнения вот вы видите здесь конечно не совсем гладкие резьбы но тем не менее они не закусываются и все нормально откручивается закручивается колба здесь разборная разбирать бы и вообще не рекомендовал даже когда будете мыть в оригинале насколько я знаю эти все части склеены и не случайно потому что при заправке конкретно с этой колбой давлением все-таки выдавливает лишняя жидкость и вот здесь на стыках появляются капельки но достаточно протереть салфеткой и больше ничего не сочится теперь по базе как вы видите выполнено все тоже очень неплохо сейчас у меня установлен жиклер на 1 2 миллиметра в комплекте он не идет докупался он отдельно стоит он 60 гривен по курсу там вычисляйте сами минимальный размер воздуховода в комплекте по моему 17 миллиметра на стоковом жиклере затяжка в принципе тоже неплохая но опять же это вопрос уже не клону а к разработчикам оригинала зачем на мтл баке столько отверстий обдува одинакового размера мне непонятно то есть даже когда выставляешь одно отверстие тяга все равно свободно и чтобы добиться желаемой тугости его нужно закрыть наполовину а жиклером на 1 2 миллиметра тяга превращается вообще в идеальную немного добавляется вкус и использовать к 7 становится еще приятнее подходит ли этот жиклер на оригинал не могу сказать не пробовал у меня нет оригинала на руках но я думаю что подходит в принципе по конструктиву тут все понятно ничего нового вы тут не увидите касаемо пина на фасте пишут в комментариях что пин здесь очень слабый и если его сильно затянуть то он ломается пополам может быть это и так но мне непонятно зачем туда вообще лезть и зачем его откручивать я даже не пытался его не открутить не подтянуть и зачем его трогать мне непонятно поэтому если вы не будете его откручивать закручивать то ничего с ним не случится идем дальше теперь по поводу небольшого замечания вот в комплекте идет такой ключик для смены жиклеров и много тут не угадали с размерами ключик тупо не помещается между стойками вы видите его использование бессмысленно но благодаря конструктиву можно взять пинцет помощнее или те же тонкогубцы и совершенно спокойно произвести замену жиклера я не считаю это каким-то грубым косяком но он есть я должен был о нем сказать сейчас я установлю спиральку уложу вату и потом продолжим и так установила свою спиральку уложил вату как вы видите здесь никаких трудностей и проблем с этим у вас точно не возникнет главное хорошо распушить вату и закрыть вот здесь чтобы не было перелива все работает сейчас рассмотрим кастомные допы на этот бак и потом уже продолжим заправлять и я выскажу свое мнение почему же все таки не оставил к 7 для постоянного использования и так в украине уже начали делать дополнительные части на к 7 также они подходят и на оригинал кто их делать я говорить не буду кто давно в теме знает где искать этих ребят полистайте форумы не обязательно на них наткнетесь выпустили не вот такой комплект здесь идет увеличенная колба из поликарбоната вмещается в районе 6 миллилитров также из поликарбоната топкэп он также идет на резьбе и вытащили шахту из какой марки нержавейки она изготовлена я не знаю но сделано все очень неплохо насечку на верхней части здесь забыли сделать но не беда можно самостоятельно вот таким образом процарапать или сделать помеху каким-то другим образом все это решаемо как вы видите сделали сферическую испарительную камеру для сравнения колокол который идет в комплекте такая же форма и оригинала кастомная выполнена по типу как на берсе очень похоже по внешнему виду и вот так это все выглядит внутри сказать что вкус кардинально отличается от стоковой шахты я не могу в принципе плюс-минус вкусопередача одинаковая но скорее всего из-за самомнения и самовнушения вам покажется что это вкуснее но на самом деле это не так теперь продолжим сборку бака наверное соберу его все-таки в кастом на варианте накручивается колба и заодно посмотрите как это все совместимо и как это все выглядит перекрываем подачу полностью накручиваем увеличенную колбу эстетически это конечно выглядит не очень но с этой колбой заправка бака будет происходить гораздо реже допустим на свой берс я заправляю два-три раза в день и там вместимость четыре четыре с половиной миллилитра здесь же в районе 6 то есть вы представляете что раз ну максимум два раза в день вы будете его заправлять а из-за конструктива данного бака количество заправок в день очень важно ну как для меня именно из-за неудобной заправки я не оставил себе этот бак в постоянное пользование зальем сюда табачку и закручиваем крышку и вот в этом вся беда к 7 то и в принципе оригинала что меня очень сильно бесит в этом баке это его заправка делать этого вообще неудобно и требует определенных навыков и привыкания получается резьба на куполе и на тупкепе в одну сторону и соответственно если вы его закручиваете закручивается и подача жидкости и также когда вы пытаетесь открыть бак то вместе с тупкепом откручивается и подача жидкости то есть при заправке нужно использовать обязательно две руки одной придерживать шахту чтобы она не откручивалась и или не закручивалась и второй рукой откручивать вот эту шайбу делать это очень неудобно но по крайней мере мне а комфорт за использование для меня один из важных моментов то есть вы поняли я примерно показал что меня здесь бесит Вот я ее закрутил, и теперь откручиваем подачу. Здесь буквально нужно сделать пару оборотов, и этого будет достаточно. Со временем, конечно, оринги притираются, и делать это немного проще, но в целом процесс заправки бака остается геморройным. Но, опять же, лично для меня. Если вас это не смущает, то можете смело покупать этот бачок, потому что вкусопередача и тугая сигаретная затяжка вам обеспечена. Использовал я Косем со своим директивом, я его уже не раз показывал. Вот так это все выглядит в сборе. Снимать общий план я опять не буду. Тут, в принципе, говорить больше не о чем. Все особенности конструктива и качество исполнения я вам показал. Также рассказал, почему я не выбрал именно этот бак. Поэтому пока в постоянном пользовании у меня Берц. Я к нему уже привык. Особых проблем в использовании у меня с ним не возникает. Поэтому пока использую его. Что будет дальше? Лежит у меня на полке уже давно Мерлин МТЛ. В пути уже месяц в полете, не знаю, где делась посылка. От Ктулху, там Хастар МТЛ. Тоже интересно на него посмотреть. Но я вижу уже какие там будут проблемы. Но тем не менее. По МТЛ еще осталось неизведанным для меня. Это Сирена 2. Очень интересно ее покрутить в руках. Если где-то попадется, то я сниму на нее видео. Потому что именно по картинкам и по видео выглядит там все правильно. Если она так же работает, как нарисовано. То, в принципе, Сирена 2 будет тоже в лидерах. Но на сегодняшний день в сегменте МТЛ я могу выделить два бака. Это Берс и Косем. У них по-настоящему тугая середная затяжка и отличная вкусопередача. Вот если бы кто-то из производителей скрестил эти два бака вместе, то они бы захватили этот сегмент очень надолго. В байке не хватает удобной заправки и системы обдува, как на Берсе. А в Берсе не хватает передачи и подачи жидкости. Вот если эти моменты сойдутся все в одном баке, его можно будет смело назвать идеальным и гонять на постоянке. Но на сегодня мы имеем то, что имеем. Опять же, каждый из вас принимает решение самостоятельно. Я всего лишь показываю и говорю свое мнение. На этом будем заканчивать. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на мой канал. До встречи в эфире.